всем привет хочу вам показать бой против сэнка турнир джокер в начале этого турнира мне уже успел победить сэнк продавил меня наземной техникой зевс и град тайфуны я был к этому не готов я привык что конфа играет вертексами торами ну там зевсами на добивание а тут бас они начали играть наземка это очень сильно удивило и вследствие этого я сделал выводы и стал играть сам через авиацию что дает намного больше преимуществ начинаю сбор контейнеров используя золотые бусты для этой цели есть еще игроки которые собирают мало контейнеров но используют буст экстренных мер для того чтобы поставить побольше центра снабжения но я считаю это не рациональным так как первое да эти коробочки дают нам бесплатно юнитов моментально и эти юниты ну по стоимости мне кажется получается то же самое то есть не собирал коробок гранатометчики снайперы по всей карте то есть от первого не дает разведку по всей карте второе ими можно попытаться надавить на противника третье это то что если вы будете видеть джокер и можно попробовать очень сильно продавить базу противников и он будет сильно отставать в развитии атакса а плюс от того что вы уходите на экстренных мерах ставите много центра снабжения ну вам больше будет в дальнейшем играть если вам повезет у противника не выпадет джокер ну а если в случае конфедерация подберет джокера вы или не готовы к атаке противника ранее ну представьте два молота приезжают по силе как 4 молотка начинают вам уничтожать все подряд ну бывают случаи очень часто что противника просто штаб сносит он не успевает даже вышку построить ну на флоу аккаунте можно отбиться от этой так сказать прикольюхи джокера достаточно поставить 5-6 вышек и сидеть на обороне и молот вряд ли что-то смогут сделать ну уничтожить не знаю но очень сильно замедлит ваше развитие отправил койот смотрю тут огнеметчики и гранатометчики хп у них мало не прокачаны отправляя отправляюсь в отряд пехоты для уничтожения его пехоты у нас большая куча юнитов до этого я пытался подбежать посмотреть может здесь блокиров не стоит может пробовать продавить базу противника но нифига противника подобрал ящик выдали в нем мой броненосец я его сразу же отвел назад прокатился наверху обнаружил еще один ящик подобрал два койота и отправляют на разведку базу будем смотреть чем играет противник уж на четвертой минуты минуте на пятой даже можно сделать большие выводы чем именно он собирается играть и видимые два завода зевсов один тайфун тайфун он сразу же раскладывает одна пв стоит у меня на это дело один кречит все ну поздний выход в кречит у меня но особо прям сильно я не старался выходить на то есть чисто чтобы контролировать карту можно было собирать коробки отгоняя его тайфун видимо знал что играет против меня он знаешь на вере играет данки на данке любит авиацию поэтому отправил тайфун прямо на центр карты без прикрытия вот одно из преимуществ о чем я говорю что надо собирать коробочки вот его прогоняю на базу его зевс еле живой все вроде сделал тяжелую технику но центр карты держу все же я насчет большого количества фуловой пехоты и продолжаю собирать коробки и в этих коробках мне дают еще новые юнит и противнику осложняется задача занять холм вот это из-за того что у меня тут буквально много юнитов но все же он пытается наступать на меня я чуть-чуть подминировал территорию чтобы замедлить его продвижения на холм чем медленно ты сделал тем больше меня будет времени выйти в егэхам я сделал 6 кречетов все на этом я пока что остановился я ухожу в егэхам один броненос у меня есть здесь трекоза на холм идет смотрит так видим три тайфуна два зерса по засвету трекозы начинают атаковать тайфуны небольшой пинг он уничтожил не тайфун потерял один кречет но в принципе главное что не даю накопить противнику большое количество юнитов вообще там нацелился на два тайфуна которые стояли вместе вроде бы как и вроде ну два тайфуна добыл должен был уничтожить за не раз попытка у него штурмовиками пробежать посмотреть коробки собрать похоже какие-то были опять появляется коробки не вовремя прибежал пробежал на секунду 10 позже покрасно это ящик попал бы собираем коробочку здесь у нас дается еще один броненосец очень сильно сейчас пригодится мне сразу же пускай его вход помню тоже начинать сильно много минировать территорию ну мин и так сказать имба сопротивления которого мало пока использует на самом деле учете стоит кинуть 5-6 минок в сражении если против не знал в них они очень много урон наносит здесь удачно тоже разведывал территорию увидел штурмовика которого бежал за этим двумя ящиками но он может не знал что есть ящики но камере мог их подобрать я убиваю всю его пехоту и вот тут нас суме уже четыре ящика заспавнилась восьмая минута у нас восемнадцать коробках мы банально ведем по коробкам вот наткнулся на одну из мин он увидел что броненосцы здесь катались он теперь думает блин здесь дофига мин что делать немного наверно растерялся но я точно растерялся по новом месте типа блин а чё делать вроде чё-то как-то не по правил нашло обычно он девятой минуте уже холм держит а тут чё-то не то фуловая стрекоза против не фулового циклона 50-60 процентов быть прокачка добежал меня стрелок центре карты до этого фланга начинает выбрать коробочки собираем коробочку здесь нам дают два броненосца и они идут атаковать молот и но тут молотов молки не захотели сражаться с пехотинцем они отступают убиваю крепость чтобы у него было меньше крепостей чтобы ему было сложнее разминировать территорию у меня армия в принципе ты небольшая у меня 94 кого из них всего три ягуара и 7 кричитов армия вообще ни о чем на самом деле ни одного хамелеона нету но он производится армия почти фуловая то есть ему надо как-то грамотно тайфунами и зевсами заехать занять холм и продавить меня потому что ну реально 33 ягуара без хамелеона его просто тормозят мои мины из-за того что мины стоят он ничего сделать не может а я не тороплюсь пытаюсь подловить его на какой-нибудь ошибку но пока там разминирует все понятно сейчас отправляю кречит и можно было бы выбить ему крепость чтобы он не засветил мины но это очень дорого у него крепость уже все и так практически разминировала потеряю кучу кречитов чтобы уничтожить крепость там сколько нас 180 что ли коробок поэтому думаю ладно пусть разминируют а я вам попробую завода уничтожить потому что у него все тайфуна на центре карты можно попробовать залететь и уничтожить ему завод но три по ложке они достают до моих кречитов я сделал туда-обратно залет у меня уже еле живые истребители 1 и потерял было 7 столом 6 такие дела общее восстановление пытаюсь починить коричневые у меня самая сейчас главная ударная сила это мои кричит то что у меня тут мясо 4 ягуара и хамелеон а вот кречит и на общей бароне но вообще просто густе либо не могут большой кипиш навести этим взялся ну зевс банально больше по огневой мощи если сравнить с моей наземной техникой если потеряю неожиданно все кречиты то я стопроцентно проиграю в этом сражении начинается перестрелка ягуаров под хамелеонами уничтожают один из ягуаров мне мои ягуары не достают до зевсов противника ждет чего-то не атакует наверно подводит тайфуны поближе контролируем карту изредка летаю проверяю кречит на мечу где находится сделал 7 кречитов чтобы на голд атаки забирать во полтора зевса за один заход ну и там получается если они будут стоять вместе сначала один зевс атаковал соседний зевс покосал очень сильно потом живой но самый целый зевс второе такую и сплэшем добивается 3 зевс 2 захода минус 3 зевс но это учитывая что то что потерю кречитов будет ты летел семью кречитами на второй заход тех уже штук 65 может быть так ну три зевса минус в данном случае это очень сильно влияет под хамелеоном и накидал минок немного он хода понял это и начинает обстрелить территорию минки фуловые у них устойчивость взрывом большая но потихонечку они снимаются учитывая кстати то что он даже не знает сколько я здесь мины в каком месте они есть и вообще выничтожил нах или нет раскладу ягуара теряем сразу же два ягуара у нас стоит тут три штуки против армии зевс сейчас самую главную роль играет только мины и кречит атакую уничтожая сразу же два зевса на голд атаки разворот еще минус полтора зевса еле живые зевса добиваются ягуара мне главное раздамажить зевса все уничтожается вся зевса противник не продвигается дальше пошнут вроде кажется пять минок но эти минки очень сильно решают даже вот в таком сражении если примеру потерялся ягуар он бы начал контратаковать меня и на этих минах подорвался мины надо активно использовать а стоит ну пять минок это 100 ресурсов это решает полностью исход боя и я на голд разведки начинаю кодер атаку пытаюсь добить тайфуны чтобы упростить жизнь моим летчиком кречетов чтобы они в дальнейшем могли без потерь спокойно что нажать технику противника дает ну тут была погоня за ящиком джокера надеялся он уж кому там дадут подкрепление шум до нас может отбиться от этой контратаки мои далее хамелеонка успеваю активировать сразу же отступаем у нас наличие 3 хамелеона уничтожили полностью всю армию на центре карты начинают двигаться дальше потихонечку произвожу коричеты еще один град но у него армия уже расползается то есть начата зевса и грады все это потому что сливается у них точнее у него сливается а я начинаю продвигаться лишь ближе к монобазу где тоже отбился от рук у него пошел сливаться стреляет в пустое место град стреляет в это место и ничего почти практически не задевает я остаюсь далека я не рвусь вы уничтожить ему базу мне главное забереть его на базе закрепиться и до собирать коробки на счет 22 хотя давно такой что был 22 еще когда он перед но здесь на мне начинал атаковать чтобы 22 все все это время не собирал коробки готовился к обороне вот потихонечку потихонечку начинаю атаковать на самом деле всего-то два ягуара хамелеон у меня выбивает две штуки осталось музея все уничтожаю gold атака пришел отступить подъехал на 3 миллион это так понимаю вроде с коробки медаль его насколько я помню вот и начинаю потихонечку нажать его не давать ему накопить большую армию то есть он постоянно теряет девса здесь него попытка тоже пробовать коробки собирать надеяться на то что ему дадут какой-то сильный юнит там но я продолжаю собрать коробки вертут молотом складываю вару что жаре воды мужчин даже дали но толку в данном случае уже от этого нету то есть если вы не контролируете карту туда же с противнику даются вашими толку от них вообще не будет в случае сопротивления если дадут хамелеон успеет уехать туда но здесь просто идет добивание базы на самом деле армии противника нету по коробкам выиграть точно не может и еще счет дизморалин 27 33 6 коробок не до победы базу его жму я ну все пречито на летаю достучу базу на этом бой заканчивается такой отбой был против самого сильного игрока закон фунем он всех побил в турнире кстати она спасибо себя за просмотр сверху слева будет ссылочка на видео которое тоже недавно сделал можете его посмотреть хорошо хорошее морское сражение а я с вами прощаюсь всем удачи